Чебоксары вошли в топ самых недорогих городов, популярных для новогодних путешествий. И лидеры Фабирали пользователи федерального сервиса бронирования отелей. Развитие внутреннего и въездного туризма для республики – приоритетная задача. О реализации перспективных проектов говорили сегодня в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Даже на стадии строительства кластер «Этническая Чувашия» привлекает туристов из других регионов. В рамках этого проекта в столице республики уже возвели гостиницу и отели. Сейчас продолжается благоустройство этноэкологической деревни и комплекса «Амазония». И в этой масштабной работе не может быть мелочей. Строительство автомобильных стоянок, подъезды, туробъекты, подъемники для малобильных граждан, этнокомплекс «Амазония». Из небюджетных источников на строительство объектов планируется проявлять не менее 500 миллионов рублей. В 2018 году из федерального бюджета, республиканскому бюджету Чувашской республики планируется предоставить субсидии размере 200 миллионов рублей. Софинансированный консолидированный бюджет Чувашской республики составит где-то 48 миллионов рублей. Инженерные сети уже подведены. В ближайшее время их необходимо передать на баланс эксплуатирующих организаций. В республиканской Минкультуре отмечают, что эта работа идет по плану. Зарегистрированы в госсобственность электроснабжения «Амазония», водоснабжения «Амазония». Поданы заявки в Росреестр на регистрацию водоотведения «Амазония». Все выявленные, высказанные в наш адрес замечания устранены. Они касались по оформлению договоров на земельные участки с собственниками этих земельных участков. Слабое звено проекта инвесторы. В правительстве республики опасаются, что свои обязательства предприниматели выполнят не в полном объеме. Вплоть до декабря были к нам вопросы по объему средств, которые вкладывает инвестор в рамках соглашения по тем обязательствам. Пришли к тому, что для Ростуризма мы делаем оценки объектов. Так же, как по Ибису, по всем остальным. Плюс мы выходим... Когда это будет сделать? Это срок же до 19 января. Я вот прошу внести личную ответственность инвестора, потому что, честно говоря, это издевательство. Я еще раз говорю, если нас будут взыскать, мы будем взыскивать с вас эти средства. Закроем мы или не закроем? Есть у вас сейчас эти все документы? Что ведется? Начато. Она должна быть завершена, наверное, уже. Привлекательным местом для туристов должна стать и Московская набережная. В администрации столицы отмечают, что ее реконструкция продолжается без сбоев. Общий объем финансирования составляет 226 миллионов рублей. Завершены основные работы по строительству технического проезда. Фактически работы завершены. Единственное, не уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Установлены опоры наружного освещения и блочная трансформаторная подстанция. Второй этап реконструкции набережной планируют завершить летом, накануне Дня города. Третий до конца этого года. Дальнейшие перспективы проекта зависят от того, будет ли продлено действие федеральной программы развития туризма. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Редактор субтитров А.Семкин